Всем привет! Сегодня я вам хочу показать несколько удивительных мат конем. Я думаю, что первая позиция не вызовет у вас никаких трудностей. Белые просто играют конь c1, отрезают поле a2 у короля, и получается цук-цванг. Нужно двигать пешку вперед, и тогда конь b3 мат. Вторая позиция уже посложнее. Для начала мы ходим конь c6, чтобы забрать поле a7 у короля, и вынуждаем белых двигать пешки. Наша задача, чтобы пешки продвинулись подальше, вперед, например, вот так. Далее мы уже начинаем рисовать матовую сеть, играем конь e5, с идеей пойти конь c4, чтобы ход a7 был невозможен. А белые играют c3, мы ходим конь c4, допустим, король a7, конь b6, пешка c идет вперед, но мы ее не забираем, играем конь d7. А c5 теперь мы уже пешку, скорее всего, заберем, поэтому на ход король a8 белых мы играем король b6. У короля цук-цванг приходится двигаться только пешки. Пешка идет вперед на c5, мы ходим король c6, и после король a7, король c7. Это была важная потеря темпа. Белым приходится ходить король a8, и мы уже играем конь e5, для того, чтобы после король a7, конь c6, заблокировать пешку c, и на король a8 сыграть король c8, заставить пешку a продвинуться вперед. И после хода a7 у нас есть несколько темпов, чтобы успеть поставить мат белому королю, пока пешка c будет идти вперед. Для этого мы играем, тут можно играть по-разному, ну, например, конь a5, на c6 ходим конь c4, и после хода c7 объявляем мат конь b6. Потренируйтесь сами разыгрывать начальную позицию, это повысит ваше понимание окончании конь против пешек.